25 зданий недостроенного картофельного завода в Василевичах. Территория размером в несколько футбольных полей. В 2009-м все эти объекты продали частнику всего за 4 рубля. На тот момент практически на новом заводе были даже окна и двери. Здания полуразрушены, уже частично разобраны и перегородки, обвалились плиты перекрытия, находиться там опасно для жизни. По условиям договора, собственник должен был открыть здесь крупное производство, но вместо этого сначала перестал выходить на связь, а затем и вовсе исчез. Нашли спустя годы за границей. Фактически находится он у Калининграда и Российской Федерации. В начале этого пути была надежда большая о том, что создадутся рабочие места, в том числе для жителей города Василевичей. На сегодняшний день, к сожалению, все планы, которые были намечены, не реализованы. И таких на вид бесхозных объектов, проданных когда-то за одну базовую, в области насчитали около 200. С владельцами всех неиспользуемых зданий договоры теперь расторгнут через суд. В случае, если новый собственник не желает использовать приобретенное имущество с условиями, конечно, оно подлежит возврату и повторному вовлечению, для того, чтобы оно могло давать экономический эффект. Схема популярная, только результат есть не всегда. Возвращенная в госсобственность недвижимость в некоторых случаях потом тоже простаивает годами. И здесь претензии уже к местным чиновникам. Почему не выставили на торги повторно, но сделать это не так-то просто, объясняют в райисполкомах. Желающих нет, ведь без больших денежных вливаний эти здания уже не восстановить. Берут объекты в нормальном состоянии, затем что-то вырезают, что-то начинают перепланировку, разрушают перегородки. И уже то состояние, которое обратно к нам переходит, оставляет желать лучшего. Продать в этом состоянии, которое есть, к сожалению, проблематично, либо вошли невозможно. Поэтому до этого лучше не доводить, уверены местные власти, и контролировать собственника с самого начала. Ведь примеров успешного бизнеса на таких объектах достаточно. Это здание тоже купили за одну базовую, провели реконструкцию, завезли оборудование и за год развернули здесь большое производство. Выпускают плитку и термопанели для наружной облицовки. Работу дали ста специалистам. Есть деньги, пытайтесь. Есть идеи, конечно, пытайтесь. Есть хорошие идеи, пытайтесь. Если у вас просто желание взять за одну базовую недвижимость, ну и нет идей, ну это зря. Это просто потраченное время, потраченные деньги. Ну, у вас будут просто проблемы. Сегодня в регионе 300 объектов из 500, проданных за одну базовую, работают и приносят прибыль. Это почти тысяча рабочих мест. Остальных, кто купил, но так и не довел до ума госимущество, теперь будут штрафовать и вносить в черные списки. А должностных лиц, которые вовремя не изменили судьбу этих зданий, привлекут к дисциплинарной ответственности. Максим Вичерков, Владимир Пятенев. Наши новости. Гомельская область.